здрасте а мы тут продолжаем зеленую долину и мы друзья на стриме опять-таки пофармили денег и я потом еще целый вечер и ночь на это все дело убил и нафармил 680 тысяч но как ни странно этого мало и друзья в общем то копили мы деньги на коровник или на карьер я вот сейчас даже залезу посмотрю чё там у нас по голосовалке получилось нас короче две третьих людей проголосовала за коровок и 33 процента ну то есть треть людей проголосовала за карьер за постройку плотины ну в общем то решили коровок значит будем заводить коровок но перед этим всем давайте сначала пробежимся по производствам которые у нас уже есть и там где что-то надо сделать мы это все подправим и начнем мы друзья с лесопилки соответственно тут у нас закончились бревна и поэтому короткие и длинные доски больше не делаются а вот чувак который у нас делает палеты он завис вот в таком положении потому что хранилище забилось нас короче делаются вот такие вот палеты это понимает просто поддоны то что на остальных картах хотя это больше на когда это это ящики нас делаются вот такие вот это называется контейнер делаются поддоны и обычная в общем то нам сейчас надо это все дело разгрузить и закинуть на склад чтобы вот этот парниша дальше продолжал свою работу а что все больше туда не лезет что ли а она еще не не обработалась ладно пока просто грузим так и вот этот незаконченный мы оставим просто здесь теперь тоже самое надо проделать с контейнерами и он сразу же начал работать как у него место свободное появилась с этих контейнер просто исчезает он не разгружается миллион лет так и с ящиками мы делаем абсолютно ту же самую операцию переносим их все туда чё у нас ящики тут не хранятся ящики тут не хранятся а где у нас хранилище ящиков ладно ящики тогда давайте вот сюда вот грузим по ней здесь тоже не мешали в общем то ящики пускай стоят тут в общем то это все дело у нас теперь работает длинные доски короткие доски это понятно так контейнеры в общем то потиху сейчас туда просто исчезнут и все будет норм так и у нас тут есть немножко длинных досок и коротких досок надо глянуть чё у нас тут по ресурсам в принципе можно закинуть и того и того поэтому давайте в общем то и закинем раз уж мы тут так последнее не влезло но ничего страшного потом когда освободиться в общем то под него место тогда она туда и упадет меня больше беспокоит почему контейнер а все контейнер исчез но и второй тоже потом исчезнет все в общем то с лесопилка все нормально этот пацанчик работает поет чё там стучит короче все у него хорошо далее перемещаемся на наше производство топлива тут есть 20 кубов дизельного топлива и осталось еще канола так что в общем то мы не будем это все дело трогать пускай переработается до конца уже в следующей серии тогда отвезем на базу топлива которое здесь у нас получилось ну и добро пожаловать на нашу пасеку в общем то этот парниш типа устал уже хочет домой поэтому его надо будет отсюда забрать отвезти на остановку обратно чтобы он там отдыхал поехал домой что ли и привезти сюда другого работника и вот соответственно кстати мед у нас появляется вот в таких вот бидонах его пока что 1200 литров я не знаю как его отсюда брать не брать в общем то скорее всего его надо будет выгружать на палетах он будет или еще как-то можно в принципе посмотреть не он как бы нет такого создать поддон ну ладно в общем то мы забьем его полностью и там уже потом будем думать как его возить может быть для этого надо будет купить грузовик я имею ввиду вот такой вот газ который у нас идет для перевозки продуктов прикольный кстати не так дорого он стоит так что мы то его купим в любом случае просто попозже пока что он нам не нужен так что в общем то этого пацанчика надо будет забрать ну и друзья надо купить коровник коровник у нас находится вот здесь стоит 718 тысяч у нас таких денег пока что нету я не смог нафармить я капец как задолбался вот для справки это какая седьмая серия да по 20 минут выходят ролики у меня уже 56 часов наиграно на этой карте это вот просто фарм денег честным способом между прочим ну да ладно в общем то я хотел просто взять кредит потому что других вариантов у нас нету возьмем 50 тысяч но потом возьмем еще чуть чуть больше потому что надо будет еще купить некоторую технику но для начала берем коровник купить да соответственно у нас много плюшек здесь появилось давайте-ка переместимся и посмотрим во первых тут есть компост мастер соответственно сюда мы привозим топливо и органические отходы и на выходе получаем компост я так понимаю загрузка идет здесь и в общем то с курсплеем все будет не так хорошо как хотелось бы топливо мы выгружаем здесь насколько я понимаю но соответственно вот здесь вот отсюда мы будем забирать компост и скорее всего придется покупать конвейер для него но это ладно это я сегодня не планировал делать далее у нас есть вот такая вот хреновина для хранения сена тоже сено здесь хранится да да сено соответственно мы высыпаем здесь сено и она красиво кучками будет появляться это на глобале сделано хранилище всего сюда получается 200 кубов можно будет загрузить 250 если очень сильно постараться а не здесь несколько стогов получается да и же несколько стогов в общем то по сути дела выгружаться можно в любом месте и потом будут красивые кучки сено мы сегодня не будем делается вот там есть соломка ну короче я еще покажу далее у нас есть здесь хреновина по производству корма корма для свинюшек соответственно корнеплоды зерновые и белки то есть чтобы было понятнее белки у нас это бобы подсолнух и жмых отруби зерновые тоже в принципе понятно корнеплоды тоже понятно на выходе имеем корм для свиней все логично также у нас вроде как с другой стороны должна быть для коровок да там она смесь для коров трава солома силос все стандартно солома написано с маленькой буквы автор если видишь исправь ошибку хотя сомневаюсь что он меня смотрит но да ладно это я не сказал бы что прям принципиальная ошибка здесь насколько я понимаю у нас будет появляться навозик но это не точно но очень логично что еще не посмотрел в стоп для соломы которые вот стоп для соломы точно так же он работает только короче косяк в том что он будет появляться эти кучи будут вырастать с одной какой-то стороны я не помню с какой поэтому надо высыпать очень аккуратно в принципе должно даже по курсплой работать триггер большой также у нас здесь есть хранилище жидкого навоза насколько я понимаю дегестат здесь тоже может храниться нет нет дегестат здесь не будет храниться только жидкий навоз разделили эти культуры ладно ничего страшного и есть еще хранилище тюков хранилище тюков это кстати тоже хорошо пускай будет пускай лучше она будет чем его не будет так что вот такие вот плюхи мы себе купили здесь есть силосные яма можно силос будет для коровок прямо здесь делать чем довольно таки большая я смотрю и похоже на правду в общем-то ладно о корове чellerе и показал он коровник ёмое поднимают это дело можно открыть да это дело у нас открывается и видимо сюда мы будем засыпать еду эти ворот у нас открываются и вот эти ворота у нас открываются не знаю зачем они все открываются Или наоборот, мы здесь будем проезжать и высыпать еду. Дверь, откройся. Я, в общем-то, не знаю, как это все работает, но посмотрим. Соответственно, где-то будут здесь гулять коровки. А давайте мы, наверное, сразу и купим коровок. Только надо найти место, куда их выгружать здесь. Я даже включу подсказку и пойду гулять. Искать, где их... А, вот, открыть меню животных. О, коровки у нас стоят по 2500. У нас есть 8 разных видов, поэтому давайте купим 16 штук. Только надо брать на них кредит. Мы сегодня в долги уйдем, по самое не могу. Это я, ребята, гарантирую, потому что еще и технику надо будет покупать. Кое-какую. Короче, берем кредит. Давайте еще. Еще 100 тысяч, 111 тысяч у нас будет денег. И возьмем, короче, каждой коровки по две. Во. И подтверждаем. Сколько мы за это отдаем? 43, 200. Пойдет. Они у нас плюс будут размножаться, вроде как. Давайте их где-нибудь найдем. А вот они. Ходить. Насколько я понимаю, еду высыпать им надо будет куда-то сюда. Короче, будем кататься и искать. У нас, правда, нет для них еды пока. Они тут вообще свободно могут ходить. Прикольненько. Но здесь, правда, все ограждено. А вот здесь, насколько я понимаю, их, типа, будут доить автоматически. И где-то здесь у нас будет появляться молочко. А вот здесь, насколько я понимаю, типа, поилка для коров. Сюда им надо будет привезти воду. Ясно, понятно. Кстати, вот эта бочка, которую мы купили для зелка, может спокойно возить воду, насколько я понимаю. Но я могу ошибаться. Но тут просто капелька такая, ну, типа, ну, вода ж, наверное. Надо будет, в общем-то, попробовать. Короче, надо им привезти что-то пожрать. Надо покосить им травы где-то. Пожрать. Хотя бы травы дать. Потому что другого у нас пока что ничего нету. И соломы насыпать. Ну, соломы, у нас там на нашем поле ячмень растет. Так что соломы мы соберем им. Соломы мы им дадим. В общем-то, погнали тогда работать. По уборке поля у нас все как обычно. Уезжает работать наш валерончик. Правда, какой-то новенький к нам пришел работать. Но не суть важна. Вроде как удостоверение комбайнера он показал. Поэтому все нормально. Ну и тракторист, который будет его обслуживать, будет возить все этот ячмень на склад. Так что там тоже все хорошо будет. Эй, дружище, а ты соломку не хочешь нам давать? А ну-ка, пошел вон отсюда. Короче, то, Валеру мы уволили и наняли другого. Пускай отделяет солому. Раз он не читал инструкцию, удостоверение показал. Видимо, где-то он его купил. Потому что не знает, как у нас работать в нашем колхозе. Нам нужна солома. Вот такая вот. Соответственно, мы ее потом будем убирать. Купим технику, чтобы ее убирать. И будем убирать. Ну, а с трактором, в общем-то, как я уже говорил, все по-старому. У нас есть тракторист. Тоже какой-то валерончик. Который даже за руль не хочет держаться. Ну, правильно, он тут пока сидит, что-то там делает. Ждет, пока бункер наполнится. В общем-то, ладно. А мы, в общем-то, пока что поехали. Съездим на нашу пасеку. Заберем оттуда горе работника, который устал. И отвезем туда другого. У нас есть вот такой замечательный газик для перевозки людей. Мы в него сейчас садимся. На самом деле, там одного работника. По сути дела, можно было бы и на копейки это все сделать. Но, увы, увы, увы. Короче, заводим двигатель, который не с первого раза, как правило, заводится. И поехали забирать горе-труженика села. Субтитры сделал DimaTorzok Я, короче, опять 100 раз успел заблудиться. Поехал сразу куда-то не туда. Ну ладно, ничего страшного. Короче, забираем нашего работягу. А ну-ка, дружище, иди-ка сюда-ка. И он не загружается. В чем прикол? Есть кнопка разгрузиться здесь. О, есть. Усталый работник. 499. Это плохо. Должно быть... А, 500. Все нормально. Хорошо. Ну что тебя там, пчела не покусали? Его нет в кабине. Потому что его не 500, его 499. Как все плохо это работает. На самом деле, претензий к автору игры нету. Поэтому, точнее, автору карты. Тут претензии к разрабам игры. Они не могут сделать, чтобы люди были людьми, работники. Но, в принципе, эта фишка, единственная карта с такой фишкой пока что. Так что, тут, в принципе, нечем удивляться. Ладно. Поехали разгрузим его на остановку. Так, дружище, короче, мы тебя привезли. У тебя должно быть... Точнее, претензий к нам быть не должно. И теперь же надо загрузить свежего работника. Правильно? Правильно. Дружище, ты у нас здесь один. Поэтому давай лезь в кузов. И поехали с тобой на пасеку. Потому что надо работать. Нам нужен мед. Ну что ты, серьезно? Попал в ДТП со мной прямо около... Эх вы. Водятлы. Егэгэй. Я, наконец-таки, заполнил дорогу. Короче, дружище, иди работай. Дальше у нас будет производиться медок. Так что, в общем-то, еще целые сутки можем его не трогать. Все будет прекрасно работать. Так что, поехали домой. Ну что ж, друзья. Все очень давно ждали, когда у нас появится новая техника. И, в общем-то, этот день настал. Но у нас не хватает немножко денег. Поэтому мы еще берем кредит. И возьмем мы, пожалуй, еще много денег. Да. Еще надо где-то 128 тысяч. Ну, наверное, должно хватить. В любом случае, не все сразу будем покупать. В общем-то, друзья. Для начала мы покупаем вот такой вот прицепчик. Только вместимость, пожалуй, мы немножко изменим. Пускай 45 кубов у него будет. Не так дорого это стоит. Цвет обода давайте пускай по цвету самого кузова будет. 6500, в общем-то, стоит. С помощью вот этого прицепчика будем возить солому и травку. Ну и карма, наверное, он тоже принимает. Короче, покупаем его. 6500. Далее, друзья. Для подбора соломы земли. Ну и травы, разумеется, скошенной. Траву мы будем, наверное, другой хреновиной убирать. Не суть важна. Короче, для подбора земли всего этого дела мы берем вот такой вот фуражир. Соответственно, 5000 он стоит. Мы его тоже покупаем. Ну и так как наш единственный трактор, который у нас сейчас есть, сейчас занят. А нам надо работать. То мы покупаем новый трактор. И им, в общем-то, станет МТЗ-2022. Не знаю, мне, в общем-то, он нравится. Мы на стриме его в аренду брали. В общем-то, вполне себе, во-первых, симпатичный. По-моему, один из современных. Там чуть ли не 2011 год выпуска у него, да? Да, год выпуска 2011. Короче, скажем так. Отечественное, но современное. Выглядит вполне симпатично. Мне он реально нравится. Вот я не любитель старой техники, а мне он вот действительно нравится. Можно на него даже балансировку колес пихнуть. Но как-то на этом тракторе это дело не смотрится. Поэтому оставляем стандартные шины. Крепление фронтального погрузчика, в принципе, можно пихнуть. Давайте не будем пока. Если понадобится, потом поставим. Все равно погрузчик не будем покупать. Соответственно, можно вместо противовеса поставить навеску, чтобы впереди что-нибудь цеплять. Правда, я пока не вижу ничего такого, что мы можем зацеплять. Пускай будет противовес. А, и по дизайну можем поставить на него табличку какую-нибудь. Но мы не будем этого делать. Он у нас такой будет один. Если будем покупать еще один трактор, то это будет совершенно другой. Короче, 63 тысячи, вот эта бодяга. Блин, жалко денег так сейчас. Да их особенно нет. Но ничего не поделаешь. В общем-то, эту штуку мы тоже покупаем. И вот оно, наше новое добро. Единственное, что меня смущает, то, что фуражер, как-то труба у него не то, чтобы прям высокая. И сможет ли он грузить это все дело в этот прицеп. Но, в общем-то, если не сможет, то будет обидно. Короче, погнали, перегоним все это дело. Уже своим ходом, я не погоню сюда краза. Он и так 40 ездит, этот трактор. В общем-то, все это дело цепляем. Во, нормально зацепилось. Нормально тут все? Нормально. Не, ну, может, он и будет закидывать. Если там струя будет сильная, напор. Это все будет норм. В салоне он, кстати, тоже довольно-таки приятно смотрится. Вот серьезно. Короче, заводим двигатель и погнали на наше поле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то, добро пожаловать на поле. Здесь у нас осталась соломка. Она вот в таких вот волках. И с помощью этой штуки можно, в принципе, это все дело будет собрать. Я чуть ли не знаю, как будут всякие валероны и иннокентии работать с этим всем делом. Теоретически должны. Но сначала, друзья, мы поработаем немножко сами. Давайте начнем с того места, где у нас комбайн стартовал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, надо ехать слева от волка, и он будет прекрасно подбираться. Теоретически, вот эту штуку... А, сначала разверните трубу. Ну, допустим. Как нам развернуть трубу? Я же ее вроде развернул. О, сейчас можно включить и опустить подборщик. Ну и теоретически это все... Да, прицеп, оно все грузится. Замечательно, слушайте, мне нравится. Работает. Да, и получается он струей прямо вот в прицеп. Круто, 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 круто. Ладно, поехали, подберем немножко соломки. Прицепчик загрузим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, замечательно. В общем-то, вроде как все работает. Собрали мы соломку. Поехали, отвезем ее к коровкам. Я вот не знаю, может быть, фуражер здесь оставить? Или с ним поехать? Ладно, поехали с ним, пофигу. Только хороший вопрос, как правильно ехать к нам на седьмое поле? Через двенадцатое. Там вроде как должны быть въезды. В общем-то, на месте разберемся. Погнали. Такс. А у нас контейнер, кстати, отсюда не исчез. Сейчас мы его пнем, и он исчезнет, да? Да. А короткие доски тоже исчезли, да? Ну, вроде как, да. Этот пацанчик работает, у него все хорошо. Зато есть целый уже палет. Можно тоже отнести на склад, чтобы он потом не забился случайно. И есть даже один вон контейнер, ящик. Контейнер, да, это контейнер все-таки. Давайте его тоже отнесем, раз уж мы тут рядом проезжаем. У нас теперь до хрена всего. Шесть контейнеров, а ну один типа в обработке. И палет, все хорошо, все прекрасно. Ладно, дружище, ты сиди, короче, работай. Я, видишь, за тобой слежу. Так, ну первое, наверное, куда мы высыпем солому, это будет коровник. Правда, я не знаю, куда им надо высыпать. И зря я сюда поплелся с фуражером, мне кажется. Это тоже такое. В общем-то, давайте проедем вот здесь. Вроде как, типа, да, вот здесь вот выгружается. Замечательно. Выгружаем. И на 16 коровок потребовалось немного. Частота 100%, солома тоже 100%, все прекрасно. Мне кажется, я вот этих вот коров брахман продам. Потому что они страшные, во-первых. Мы все-таки, ну типа, отечественная карта же. Какие нахрен брахманы или как они там. Короче, надо как-то развернуться здесь теперь. И не сбить корову. Так, ну а мы тогда выгрузимся на склад соломы. Ну, в общем-то, как-то вот так вот это работает. Видите, сток немножко приподнялся. Все замечательно. В общем-то, все работает. Надо попробовать поставить какого-нибудь валерона, чтобы он это все дело возил. Было бы очень сильно неплохо. В общем-то, друзья, пробуем отправлять какого-нибудь валерона. Тут все понятно. Вот солома, вот эти вот волки. Нужно отвезти на склад, куда мы только что возили. Меня, честно говоря, изначально смущает возможность нашего этого валеры будет сдавать задом. С учетом того, что тут два прицепных устройства. И второе имеет еще и поворотную ось. Тут как бы с ней и так проблемы возникают. Тут еще и посередине вот такая вот хреновина. Но мы попробуем. Почему бы нет? Если есть валерон, который просиживает штаны. То, в общем-то, пускай он лучше едет и делает что-нибудь полезное. Это делает что-нибудь полезное? Он ни хрена полезного не делает. Он просто поперся. Видимо, он плохо меня понял. В общем-то, даем ему вторую попытку. И да, он по крайней мере работает. Он по крайней мере собирает. Он знает, как собирать эту гребаную солому. И вроде как даже относительно чисто ее собирает. Правда, там как бы неплохо было бы смещение, наверное, поставить. Но так как фуражер у нас имеет чуть больше разброса, скажем так, пылесос довольно-таки сильный. То вроде как все нормально. Посмотрим еще, как ты догадаешься ехать разгружаться. И как ты будешь разворачиваться задом. Это самая большая проблема. А с поворотами я вижу, у него уже проблемы. По крайней мере с задним ходом. Может быть, конечно, он справится. Но я, честно говоря, немножко сомневаюсь. А давайте, знаете что? Давайте вот мы его вот так вот оставим. А сами пойдем заниматься своими делами. А вось заработает. На самом деле, надо было говорить просто комбайнеру, чтобы он ездил не с разворотом, а по-нормальному. Фиг с ним, остались бы вот эти вот скошенные кусочки. Но я так пожалел ячменя, что, в общем-то, Валерон отказался работать. Ну и ладно. Тогда будем делать все сами. Короче, собрали мы вручную. А Валерона сейчас отправляем все это дело отвезти. Надеюсь, он нормально отвезет и, может быть, потом даже что-то пособирает. У нас просто есть еще работа, е-мое. Кстати, поле уже почти убрали. Какие молодцы. Ну, не то, что прям уже почти, но осталось мало. Друзья, сейчас же нашим коровкам надо отвезти воду. И я попробую это сделать с помощью вот этой бочки. Несмотря на то, что мы ее как бы не мыли, и там была соляра внутри, я не думаю, что коровы прямо травятся сильно. Но надо попробовать. Самая большая проблема, я не знаю, где эту воду, на самом деле, здесь взять. Попробуем из озера. Но с учетом того, что у воды нет коллизий из-за сезонов какой-то адаптации, мне немножко непонятной, я не знаю, как это сработает. Но попытка не пытка. То есть вообще он какой-то родничок, что ли. Но вода здесь не набирается ни разу. О, набирается вода. А еще меня радует, конечно, как можно по ней здесь ездить. Это что-то с чем-то. Ну ладно, вода набирается, это уже хорошо. Значит, сможем отвезти ее коровкам. А еще, друзья, знаете, что плохо? Мы, скорее всего, не сможем полностью опустошить прицеп. То есть, если там что-то останется, мы не можем это вылить в землю. А значит, для топлива надо будет покупать другую бочку. Или для воды другую. Скорее всего, для воды другую купим. Потому что это какая-то такая прям топливная-топливная. Что возьмем что-нибудь для воды. Погнали тогда на коровник. О, а валерон, кстати, едет пустой. Только он меня, падла, не видит вообще. Боже мой, какой же ты тупой все-таки, а? Ты ж как меня перекрутила-то. Ладно. В общем-то, наша задача найти, куда теперь высыпать им воду, вылить. Мне кажется, поилка это вот то место, где вот там вот было. Поэтому поехали сначала туда. Нет. Но это похоже на поилку на самом деле. Я чуть не сбил корову. И досрочно у нас не появилась говядина. Нет, поилка у них не здесь. А где же, мать ее? Мы пойдем, короче, в пеший такой обход. Где они пьют? А, может, они, кстати, вот здесь пьют. Вот это тоже похоже на поилку. А ну-ка, давайте-ка сюда попробуем подъехать. Э, а ну-ка, брызь дороги все. Сейчас как поубиваю нахрен. Вы что, вообще не бесстрашные, что ли? О, водичка у нас выливается вот сюда. И вопрос, сколько ее надо? Видимо, немного. Эй, мы опустошили бочку полностью. Это хорошая новость. И почти заполнили. То есть, прекрасно. В общем-то, им кубов 13 воды надо. И это хорошо. Ладно, поехали, тогда поставим все это дело на базу. А знаете что, друзья? Я, короче, нашему валерону сказал, что надо разворачиваться, типа, не в пределах поля, а давай вон по дуге ездим. Можешь выезжать за пределы поля без проблем. Задним ходом сдавать не надо. И он вроде как нормально развернулся. И поехал собирать нормально соломку. И, я так понимаю, он ее без проблем будет туда возить. И это прекрасно, мать его. Это значит, что мы можем пойти заниматься своими делами. Единственное, я, конечно, хочу еще раз посмотреть, чтобы он нормально действительно развернулся. И это, блин, это будет прекрасно. Не, не получилось. Потому что девка за рулем. А ну-ка, давай-ка попробуй еще раз. Давайте. Другая подруга у нас поехала. Подруга там или товарищ какой-то? Подруга. Давай-ка попробуй ты. Вроде как инструкции правильные ты получила. По крайней мере, попытка не пытка. Во! Молочуня или нет? Или не молочуня? Твою мать, ты не молочуня. У тебя же почти получилось. Ладно. Он дядь какой-то поехал. Так что, может быть, у него получится вроде, ну, типа мужик. Должен, ну, как-то, не знаю, пограмотнее, что ли, обходиться со всем этим делом. Не, все равно не хочет. Ладно, последний кандидат. У нас там еще некая девка осталась, которая не работает. Посмотрим, сможет ли она. Я, если что, просто их с разным радиусом поворота отправляю. Поэтому, ну, надежда есть, как бы, я не знаю. Видите, он даже за пределы поля уже выезжает. Хотя первый раз не выезжала. Не, дело не в радиусе поворота. Она просто почему-то хочет крутиться. Я не могу понять, почему. А может быть, он сейчас сделает кружочек еще один. И все нормально. Может, ему просто покрутиться немножко хочется. Эй, ты куда, дружище? Может быть, я чего-то просто не знаю? Женщина, а что вы делаете вообще? Я не понимаю. Она явно не разгружаться едет. Она просто какие-то круги наворачивает. Ладно, уволена. Ладно, кто-то там поехал. Короче, я не знаю. Не хочется это все работать так, как надо. Я понимаю, почему. Потому что и техника сложная, и модовая, и все такое прочее. Тяжело получить документы, и никакого обучения никто не проходил. В прошлый раз, кстати, вот направо. Вот прошлую полоску, вот он сделал, я видел. Он развернулся сам, и все прекрасно было. Но сейчас он поедет разгружаться, скорее всего. И это, вроде как, должно у него получиться. Ладно, потом посмотрим, что он будет делать. Пускай пока едет. А тем самым, друзья, у нас, кстати, закончилась уборка поля. Поэтому сейчас вот последний прицепчик разгрузит наши валерчики. И уборка этого поля закончилась. Но у нас есть еще одно поле новое. И надо будет, в общем-то, убрать и его. Но перед этим надо будет еще кое-что сделать. Короче, у нас с работы сегодня уйма. Сейчас наша задача вот этих вот пацанов освободить. Пускай вот 12 часов дня. Пускай сходит на обед. Потому что после обеда им придется еще немножко поработать. Да, он, конечно, долго выгружается. В принципе, этого валеру мы отпускаем. Короче, поехали, поставим трактор на базу. Точнее, не на базу, а жатку поменяем. И поставим его на другое поле. Ну и заодно и трактор туда пригоним потом. Ну что ж, друзья, обеденное время подходит к концу. Наши валерки пока что отдыхают. А у нас есть еще небольшая работенка. Наша задача сейчас насыпать немножко еды для коров. Хотя бы травы. Трава там рядом растет. Ее можно без проблем покосить. Ну то есть как без проблем? Косить ее нам нечем. В магазине пока что нет ни одной косилки. Только буржуйская все дорого. Совкового ничего нет. Но вроде как это можно сделать с помощью вот этого замечательного дона. Для него есть жатка для покоса травы. По крайней мере на ней так написано. Поэтому мы попробуем это сделать. И в принципе, так как нам в будущем все равно пригодится Силосоуборочный комбайн. Это силосник, если что. И для хмеля, кстати, вот он именно нужен. То мы его и купим. 45 тысяч это удовольствие стоит. Мы его покупаем. Если я все правильно понимаю, то ему нужна вот такая вот жатка. Я могу ошибаться. Я могу сейчас дико тупить. Но в общем-то мы ее тоже берем. Если что, жатку потом продадим. Ну и разумеется, мы же это все дело не повезем своим ходом. Нам нужно будет съездить за этим всем делом на кразе. Давненько мы на нем, кстати, не ездили. В общем-то погнали в Магаз. Приехали. Глушимся. И вот он наш новый дом. Вроде как этой жаткой он должен косить траву. Я не знаю, так ли это в реальной жизни. Но вроде как это должно работать, по крайней мере, в этой гребаной игре. А я забыл опустить лапки траля. Траля. Трава. Не помню даже на какие кнопки это. Во. Нашел. Отличненько. В общем-то загоняем Дона на платформу. Ну, вроде как он даже нормально встал. Так что глушим двигатель и садимся обратно в краза. Поднимаем вот это все дело. Боже, как он просел. И теперь наша задача не уронить его по дороге. Это будет не так-то просто. В общем-то погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, тормоза вообще не к черту на этом кразе. Ну да ладно. Опускаем, короче, лапки. Там вот походу Василий еще ездит, возит соломку, что-то пытается делать. У него плохо получается на самом деле. Но ничего, пытается пацан. Короче, что мы делаем? Нам надо собрать хотя бы травой забить этот самый коровник полностью. Я вот возьму вот этот прицеп сейчас. Давайте-ка мы его вот отцепим. И трактор отгоним куда-нибудь, чтобы он пока не мешался здесь. У нас здесь есть немного травы. Поэтому я предлагаю попробовать ее покосить нахрен и этим прицепом, собственно, отвезти коровкам. Запрыгиваем в дона и спускаем его с платформы. Во, спанулись. И теперь давайте попробуем покосить гребаной травы. Открываем трубу. Прицеп он увидел. Это уже хорошо. Я случайно не то нажал. Запускаем это все дело. Опускаем жатку. И да, травка косится. Меня это радует. Надо... Я не знаю, сколько нашим коровам надо. Но, в общем-то, один прицеп, я думаю, им точно надо. Ну что, шикарно. Теперь мы выключаем этот комбайн. У него косяк в том, что если мы уже заполнили прицеп и продолжаем косить, она будет просто, трава эта, исчезать. В общем-то, погнали, отвезем ее нашим коровкам. Посмотрим, сколько им там надо чего. Так, я думаю, жатку мы, наверное, оставим здесь, потому что мы с ней туда тупо не заедем. И высыпать траву, я думаю, нужно тоже где-то там по центру. Погнали, посмотрим. Да. Травка у нас тоже высыпается здесь. Так что разгружаем. И давайте залезем, посмотрим. Да, совсем мало. Совсем все плохо. Но это хоть что-то. Давайте, наверное, еще один прицеп мы с вами им загрузим, чтобы было до следующей серии ничего пожрать. Я ведь не знаю, может быть, вот эту вот местность покосить, чтобы далеко не ей. Давайте здесь, да, покосим. Все. Включаем комбайн и погнали. Кстати, посмотрите, какой здоровый сток получился. Прям гигантский, я бы сказал. Такс, бросаем жатку здесь тогда. И отвозим коровкам и еще один прицепчик травки. Ну, хоть что-то, чтобы ели, чтобы не померли с голоду. Потому что мне их жалко, я за них кучу денег отдал. Оп. Высыпаемся. Можно, в принципе, даже отсюда задом выехать, на самом деле. Чтобы не ехать разворачиваться миллион километров вперед. Ну, в общем-то, что мы делаем дальше? Оставляем прицепчик здесь для трактора. А вот этого пацана пока просто, не знаю, пускай стоит здесь. Вроде как мешать он сильно не должен. Никому. Пускай стоит. И из него мы вылазим. И, в общем-то, надо поставить в работу вот этих пацанов. Дабы убирали они поле. У нас есть вот такая вот жатка. У нас с самой первой серией, по-моему. Ну, или со второй. Она хоть работает, я надеюсь. А то у нас косяки были с этим комбайном. Убираешь ли ты пацанов, дружище? А то мало ли что. Убирает. Красава. Молодец. Стой, падла. В общем-то, валерона отправляем. Или кто там поехал. Они справятся. Надо теперь к трактору цепануть прицепчик. Который будет все это дело возить на нашу базу. В принципе, ты, дружище, знаешь, что делать. Я думаю, у тебя проблем не должно возникнуть. Или не знаешь. Вот куда ты едешь? В трал? Или не в трал? Или все нормально будет? Не, видимо, все нормально у них не будет. Или будет. Что комбайн мощный, должен справиться с этим тракторишкой. Мы его просто вот так вот возьмем и пододвинем, чтобы они тут не сталкивались. Да, я иногда вот так вот их разнимаю. Если они лезут друг на друга, я не знаю. Может быть, это, конечно, гормоны. Может, еще что-то. Но вроде как они должны нормально работать. Вот этого пацана мы тогда трогать не будем. Заберем потом вообще всех сразу и отвезем на базу. А может быть, даже еще и покосим потом что-нибудь. Если будет желание и время. Что у нас тут у коровок? Коровок 24300 есть. В общем-то, должно им на денек хватить. Моносмей силы пока нету. И, в общем-то, друзья, судя по тому, сколько сейчас времени, я дико хочу спать. Поэтому, блин, я вообще, мне очень приятно будет, если вы влепите лосик. Потому что все это делается исключительно для вас. И так как голова у меня не соображает, я пока не буду ничего говорить о ближайших планах. В принципе, все просто, по сути дела. Вот это поле у нас, скорее всего, пойдет под силос. Точнее, под траву. И мы половину этого поля скосим просто траву или нет. Я, короче, блин, я пока точно не решил еще. В общем-то, фишка в том, что нам нужно сделать и силос, и трава нужна. Ну и солома у нас есть. Из этого всего будет делаться моносмесь. С одной стороны, мы, конечно, можем сразу же засеять здесь все травой. И из травы сделать и силос, и трава. Как бы получится. Тем более, у нас есть чем косить. Можно будет все это нормально реализовать. Какой-нибудь Валерка будет прекрасно работать с этим всем делом. Можно, в принципе, коров он из лужи напоить будет. Не знаю, пока ничего не решил. И, в общем-то, надо будет нафармить немножко денег на контрактах. Потому что мы влезли в кредит, это плохо. Кредит надо будет вернуть обязательно. Возможно, надо будет еще попилить. Короче, я пока ничего не буду загадывать по поводу дальнейших планов. И по поводу стримов. Короче, друзья, как получится, так получится. Реально, голова просто не соображает сейчас. Ни хрена. Так что, давайте мы, наверное, на этом закончим. Нам тут обещают немножко подсолнуков. Под 20 кубов примерно. Посмотрим, сколько их на самом деле получится. Поле, кстати, не маленькое. Я понимаю, что здесь просто ни хрена не удобрено. Ни известно, ничего. И после подсолнуков, наверное, надо будет пахать, да? Нуждается во вспашке. Да, оно, в принципе, нуждается во вспашке. В общем-то, впереди у нас много сложностей. Но от этого нам и интереснее, насколько я понимаю. Монеток, по крайней мере, точно. Серия сегодня получилась, скорее всего, длинная. Много всякой работы мы сегодня поделали. И вручную поработали. В общем-то, не знаю. Я кайфанул. Надеюсь, вы тоже. Поэтому еще раз говорю. Лойсик, это прям вообще must have под этим роликом. Я ведь знаю, вам не сложно. А мне приятно будет. Мне вот через 5 часов уже вставать на работу. А я тут пилю ролики для вас. Вот такой вот я молодец. Ну да, пока сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Ладно, это все такое лирическое отступление. В общем-то, друзья, 500 раз уже говорю лайк, комментарий, подписочка. Кто еще не подписывался, скорее всего, будет стримец еще дальнейший. На котором будем фармить и доделывать то, что начали. В общем-то, всем спасибо, друзья, за внимание. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока.